Есть песни среднего темпа, есть песни быстрого темпа, правильно? То есть, соответственно, уже четыре категории, то есть русские быстрые, иностранные быстрые потом русские медленные, к примеру, да? И иностранные тоже медленные Эти категории, соответственно, надо расставить в логике. Вы тоже знаете, я думаю, что некоторые из вас пользуются. Час вообще начинается как? В начале часа аудитория к концу часа аудитория может расходиться, то есть менять радиостанцию, волну, и внимание аудитории задерживает, ну, первые пятнадцать минут час любого в основном. Так показывают принципы исследований. И чтобы задержать внимание радиослушателей, первая песня должна быть ну, вот так называемый опнер открывать, это лицо радиостанции то есть основная формата образующей песни. Допустим, у нас вещание песен нулевых ну, плюс-минус пять лет там девяносто, начиная там с девяносто третьего заканчивая в 2005 год, к примеру, да? Это основная формата образующая значит составляющая радиостанции ну, что там было популярно, да? в девяносто девятом, например, году ну, все знают группу руки вверх, к примеру, да? соответственно первую песню в флот мы ставим, к примеру ту категорию, где находятся Руки вверх, Дискотека Авария, Иванушки Интернешнл, да? если это русскоязычная то есть, соответственно сюда ставим русскоязычная девяносто, к примеру и следующие песни должны как-то чередоваться между собой иностранные русские иностранные русские иностранные русские можно там их не чередовать русские русские иностранные русские русские иностранные 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 русские и так далее каждый час они отличаются друг от друга потому что первый час стартует, допустим, с русской песней второй час стартует с иностранной песней Ну, чтобы не было вот этой заезженности. Есть еще такая функция, которая не реализована, допустим, в программе «Питерский маг», как, ну, сейчас, например, попытаюсь объяснить, «Руки вверх», да? У «Руки вверх» они очень плодовитая группа, они выпустили сколько? Ну, больше восьми альбомбов, если я не ошибаюсь, да? У них очень много песен по сравнению с остальными исполнителями, вот, допустим, в одной из категорий, вот «РусАп», да? Допустим, 36 песен «Руки вверх» в той категории, где у исполнителей, по большому счету, ну, где-то не больше 10 песен. Соответственно, если в категории преобладают «Руки вверх», то они будут им попадаться чаще, гораздо. Понимаете, да? И радиостанцию можно будет переименовать в категорию «Руки вверх» КФ, к примеру. Или там, если мы делаем авторадио, там преобладает Алла Борисовна Пугачева, к примеру, да, потому что у нее тоже очень чрезвычайная плодовитность, очень много песен. И, соответственно, ее нужно поместить в отдельную категорию, чтобы не было таких больших повторений «Руки вверх». Потому что, допустим, не знаю, слышали радиостанцию «Руки вверх»? Знаете, да? Совсем недавно радиостанция «Руки вверх» поменял свой формат на «Привет, девяностое». То есть, радиостанция полностью копирует «Пионера ФРМ». Ну, почему-то так. Потому что по рейтингам, если, допустим, разбирать рейтинги «ТНС Галлоб Медиа», они там все, ну, не помоюсь этого слова, они покупные. То есть, они не отображают реальность настоящую. То есть, на первом месте, допустим, возьмем... Сейчас. Секунду. За февраль 2011 года на первом месте стоит авторадио. Вы ездите на такси, в маршрутках. Вы слышали авторадио, когда приезжаешь? Часто слушаете? Слышите? Хорошо. Следующее. Русское радио. Вы часто слышите русское радио? Маршрутках, в такси. Уеда. Радио «Шансон». Постоянно. Тем не менее, радио «Шансон» находится на третьем месте. Европа плюс. И самое, что смешное, ну, милицейская волна, радиомаяк, радио «Дача», радиоэнерджи. То есть, не отображает реальных рейтингов ДНС-галопедия. Я вам скажу, почему. Потому что нужно за рейтинг заплатить. Заплатить не на прямую, а за исследование. Если там платят больше 100 тысяч долларов, к примеру, за исследование, то у тебя будет какая-нибудь ключевая позиция в этом рейтинге. Вот я почему. То есть, а Европейская медиагруппа, которая принадлежит радиостанции «Кекс.ФЛ», заказала независимый рейтинг, независимые исследования. И по состоянию на июль прошлого года «Пионер.ФМ» занимал в Москве первое место по реальным рейтингу, по реальным исследованиям Европейской медиагруппы. И они поэтому захотели скопировать и так отобрать у нас в аудиторию «Кекс.ФМ» свой. Но, опять же, «Пионер.ФМ» — это первое прямое доказательство того, что не только музыка привлекает радиослушателей. То есть, не музыка берет. Вот была такая станция «Вояж.ФМ». Слышали? «Вояж». Тоже 90 играл, формат 90, но там очень было много заунынных песен, к примеру. То есть, слушатели переключались. И не было как такового контента. А контент что такое? Это джиглы. Это джиглы, это перепивки, это выходы ведущих и так далее. Их не было просто-напросто. Поэтому аудитория быстро сливалась, в принципе, к нам. Чем успешен сам «Пионер.ФМ» по себе? Тем, что там между песенами очень много разной информации. Ну, грубо говоря, смешной. Сама манера общения ведущих. Потому что, в общем, общаться со слушателей на своем языке. Зачем позиционировать себя гораздо выше других ставить? Потому что это очень большая ошибка ведущих как таковых. То есть, пытаться умничать, не обладая необходимыми знаниями или умом. Это же не очень хорошо. Соответственно, на телевидении работать гораздо проще в этом плане. Потому что можно маску, знаете, на лицо повесить и тупо прочитать из картинки. А на радиостанции все настроение слушается из голоса. То есть, слушателей очень сложно обмануть. Что мы делали, в принципе, когда я работал на ХИТ-ФМ? На ХИТ-ФМ работают роботы. Люди-роботы. В принципе, так и позиционируют себя. Я на этой радиостанции. Мой друг Владимир Бажин, который является генеральным директором ХИТ-ФМ, очень нас активно строил по этому поводу. Что мы должны быть лаконичными, с благодородным лицом. Выйти, прочитать три СМС. Ничего от себя абсолютно не добавить. То есть, не живой персонаж. Он не может ничего, не прокомментирует ничего. И уйти из эфира. Чем короче слово, тем лучше. Но не это, как показывает практика, нравится людям в основном. А то, что нужно живое общение. То есть, почему пионер-ФМ залезла на первое место, да, в том году? Потому что мы общались с каждым радиост слушателем, как будто он наш друг. То есть, не «Здравствуйте, вы!» Понимаешь, что мой обращатель «Здравствуй, ты!» Потому что слушатель, ну, в основном, воспринимает всю информацию, которая идет.